Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня большие проблемы в личной жизни, недопонимания, личные скандалы, крики, обсевательства. Муж совсем не хочет меня слышать, кричит, говорит, что я просто хочу вылезти, говорит, что в состоянии чувствуется выдумка, что мне просто скучно. Всё стало ещё хуже после беременности и родов. Всё стало на два чужих человека. Я хочу уйти, но понимаю, что у одной из ребёнка мне будет течение лого. Помощи ни от кого нет, поплакать никому не могу. Други, ни подруг. Родители не понимают. Здравствуйте. Маленькая, я устала, вечно одна, с трёх стенах, с плачущим младенцем. Психологу не могу пойти, сын всё время плачет. Даже онлайн всегда получается поговорить, что же мне делать. Ну, во-первых, теперь найти способ хотя бы онлайн поговорить с психологом, да, например, вот. Есть у нас, да, есть такая услуга, она не привязана ко времени. То есть вы пишите, там, условно говоря, описываете свою проблему, да, и, соответственно, вам присылают ответ, ответ, который вы можете как-то использовать, да. А у меня это аудио ответ у коллег, это, соответственно, могут быть и текстовые какие-то ответы и так далее. То есть варианты для, ну, варианты если, если, если есть желание. Варианты всегда, всегда, в принципе, можно, ну, найти. То есть я не думаю, что это прямо вот, ну, проблема. То есть варианты всегда, всегда можно найти варианты. Как, ну, как мне кажется, по крайней мере, по крайней мере. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, все зависит от вас. То есть да, ну, от вашего желания, от вашего желания реально вот что-то делать. Как мне кажется, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии и так далее. Но в целом у вас есть позиция жертвы. То есть вы говорите о том, что вы хотите уйти, но будет тяжело. Да, будет тяжело, но, по крайней мере, появится какой-то шанс, разве нет? Вот, а сейчас у вас нет и этого. Вот. Поэтому будет тяжело, но лучше. Это первое, да? Второе, что нужно сделать. То, что вы описываете, а именно вы говорите о том, что что у вас нет друзей-бабрук. Вот. Это не случайно. То есть у этого есть, вот, какие-то основания. Вот. На мой взгляд. И вам нужно увидеть, как так вышло, что у вас нет ничего. Да, нет своей подушки безопасности, нет людей, вообще нет никого. Как так получилось? Это же произошло, повторюсь, не случайно. Но у этого есть причина. Понимаете, да? Вот. Вот. И, как бы, нужно с этими причинами разобраться. Вот. Подкорректировать это, чтобы вы начали вот что-то менять в своей жизни. Да? Вот. Ну и выходили из жертвенного поведения путем взятия личной ответственности на себя за то, что происходит с вами. Вот. Вот. В частности, то, что происходит с мужем, это в какой-то степени он отражает вам то, как вы себя видите. Как вы к себе относитесь. Ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Изучите, изучите, пожалуйста, треугольный карпмар. Вот. Вам это будет полезно. Как мне кажется. Вот. Вам это будет полезно. Потому что вы увидите то, о чем я говорю. И, соответственно, вам нужна психотерапия для того, чтобы решить все эти сложности. Как правило, связано это с тем, что у человека нет четкой позиции, и человек себя обесценивает, как вы, например, это делаете. Вот. И, в общем-то, есть некоторые аспекты, которые беспокоятся. Вот. Ну да. Какие-то негативные установки. Вот. С этим всем и нужно работать. Поэтому обращайтесь. Будем рады помочь. На этом все. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.